И у нас следующий многоожидаемый доклад. Дмитрий Шаповалов, встречаем. Добрый день, друзья. Благодарю за приглашение на это замечательное мероприятие. Айк сегодня задал отличный хороший тон с самого утра. Мы сейчас пообедали, в общем-то, я думаю, мы с новыми силами продолжим. Итак, сегодняшняя тема – научите ваше приложение быть красноречивым. Поговорим мы сегодня о логических метриках в трейсах. Поехали. Поехали, говорю. О чем мы сегодня будем говорить? Значит, я работаю в компании, которая занимается криптографическими продуктами. И обычно все наши доклады так или иначе касаются безопасности, касаются криптографии. Однако сегодня я хотел бы коснуться темы, которую многие считают достаточно простой. Настолько простой, что о ней не стоит говорить. Я как DevOps, как Infrastructure Engineer, мне кажется, что это незаслуженно оставленная за рамками многих конференций, за рамками многих статей тема. Это вопросы того, каким образом разработчикам приложений хорошо было бы полностью проектировать и организовать телеметрию, которую экспортирует их приложение. Почему логи? На день сегодняшний практически везде, если мы захотим почитать о телеметрии какой-либо, которая экспортирует приложение, мы везде увидим метрики. То есть везде метрики, метрики, метрики. Ну, это модно, стильно, молодежно. Это все понятно. Когда-никогда мы можем там прочитать слово трейсы. Это те, кто, в общем-то, более глубоко копает. О логах не говорят практически нигде. Когда я пришел в компанию Козаклабс, когда еще продукты были достаточно маленькими, они только-только выходили на рынок, одна из задач, которая стояла передо мной, это было, собственно, организовать общение приложения как с потенциальным пользователем, так и с инфраструктурой, в которой они будут работать. И когда я начал, когда я попытался формализовать все свои идеи относительно того, каким образом это должно происходить, возникла следующая проблема. Практически нету на день сегодняшних статей о том, как хорошо написать логи. Как их правильно написать, какая информация должна быть в них. Как это должно соотноситься с метриками, как это должно соотноситься с трейсами, где зоны разграничения. Поэтому вот об этом всем я хочу с ней поговорить. Начнем с того, что такое телеметрия вообще. Телеметрия это сбор информации с вашего приложения. Это могут быть информация абсолютно различного плана. Как правило, это какие-то измерения, как правило, это информация о происходящих в нем событиях. Что мы хотим от телеметрии? Во-первых, кто такие мы? Очевидно, практически любой человек, который занимается разработкой, может сказать, что логи нужны разработчикам. Они разрабатывают приложение. В момент, когда они разрабатывают, они его дебажат, получают какую-то информацию. Окей, хорошо. Когда приложение начинает работать в продакшене? В этом случае, естественно, девопсы, сисадмины. Немногие доходят до пункта 3, что информация нужна аналитикам, то есть это бизнес-информация. Это информация о эффективности работы вашего приложения в разрезе работы именно с пользователями. И лишь совсем немногие вспоминают о том, что вся телеметрия, которую ваше приложение экспортирует, часто жизненно необходимо информацию, то есть security staff. Это людям, которые отвечают за безопасность в целом, то есть безопасность всей компании. Для каких целей мы используем вообще телеметрию? Как я уже сказал, это дебаг, мониторинг состояния, очевидно, это при эксплуатации и разработке, измерение производительности, бизнес-аналитика и, собственно, intrusion detection. Зачем нам вообще все это делать? Любой процесс эксплуатации предполагает наличие людей, которые вовлечены в обслуживание вашего приложения. Вы написали приложение, его продали, окей, хорошо. Но кроме цены, за которую вы купите автомобиль, вы часто интересуетесь ценой, сколько стоит его обслуживать. Обслуживать – это ваше личное время, это ваши личные деньги. То же самое происходит с приложением. Если ваше приложение будет требовать значительного времени на обслуживание, если оно будет плохо вписываться в инфраструктуру, в конце концов оно будет оценено как дорогое, несмотря на первоначальную его стоимость. То есть все, о чем мы сегодня будем говорить, это про деньги. Это снижение цены эксплуатации вашего приложения. То есть повышение его привлекательности на рынке. Какую информацию мы хотим получать из приложения? Мы у любого специалиста спросим, будь то безопасник, будь то DevOps, ответ будет примерно такой. Всю. Ну окей, хорошо, мы технические специалисты, давайте подумаем, что такое вся информация. Попытаемся ее разбить на некие категории. Ну первая категория, очевидно, это техническая информация. Это информация о состоянии приложения, состоянии в том смысле запущено, остановлено. Информация о его здоровье, то есть насколько хорошо чувствуют все его компоненты. Информация о происходящих ошибках в процессе эксплуатации, информация о производительности, некий дебаг и информация о событиях, происходящих в нем. Бизнес-метрики. Это прежде всего SLI, знакомый с термином. Значит, дальше это User Actions. Собственно, здесь я попытался включить в эту короткую формулировку целый набор всех происходящих действий со стороны пользователя. Это покупки в магазинах, интернет, это скачивание приложений, то есть любая информация, которая может заинтересовать бизнес-аналитиков. Теперь, для кого эта информация нужна? Ну, в первую очередь, девелоперы и девопсы-админы, естественно, в первую очередь, интересуются технической информацией. Бизнес-информация им нужна, поскольку она работает, да, то есть факт работоспособности, в первую очередь. Что за моим кликером сегодня? Прошу прощения. Все, вроде поехали. Значит, бизнес-информация, очевидно, для аналитиков. И для security staff у нас нужна информация вся. Почему? Сейчас мы попытаемся в этом разобраться. Значит, основным инструментом security officer в компании, который будет являться одна из утилит класса 7. Это security, сейчас скажу, не, там information and events management, по-моему, так. Возможно, я с I ошибся. Но суть в чем? То есть это комплекс, основными частями которого являются коллектор, хранилище информации, система для поиска, алертинг, отображение. Казалось бы, обычный там какой-нибудь ELK stack, но нет. Здесь есть достаточно серьезный комплекс, который и делает эту систему не просто системой хранения каких-то метрик или какой-то телеметрии, а системой, которая называется CM-системой. Это комплекс аналитики, с которой работает непосредственно специалист по безопасности. Этот комплекс аналитики позволяет в первую очередь выполнять корреляцию событий. Что это такое в двух словах? Мы видим, ну, я для примера написал 4 типа телеметрии, которые мы можем собирать, например, 4 источника телеметрии. Ну, с приложений, с сетевой инфраструктуры, с серверов, с общего окружения. То есть это может быть вообще не IT-среда, это может быть там открытие дверей или включение вентилятора где-нибудь. Так вот, correlation это функционал, который позволяет безопаснику написать примерно следующую формулировку. Если вот в дальнем шкафу у меня открылась дверь, и при этом на вот этом порту сетевом появилась активность, и при этом вот дальнее приложение начало сбоить, то это угроза, это риск, на который надо реагировать. То есть отсюда мы можем сделать вывод о том, что ваше приложение есть лишь небольшая часть огромной инфраструктуры, если вы, конечно, целитесь на достаточно большой рынок. И в этом случае информация, любая информация о деятельности вашего приложения будет очень цена и жизненно необходима для вот таких систем. Давайте посмотрим, кратенько пробежимся по эволюции вообще телеметрии, то есть как она развивалась. На первом этапе, конечно, каждое приложение пыталось писать свои логи. То есть какие-то текстовые файлы, какую-то информацию туда выводить. Второй этап, это появился замечательный сеслог. Это первый вариант, это первая попытка агрегации логов, пусть локально и так далее. Кстати, вот здесь интересный факт. Сеслог появился, если мне не изменяет память, в 80-м году, то есть раньше, чем многие здесь присутствующие родились. И, по-моему, вот это одна из причин, о которой о логах сейчас не говорят. Типа, ну это было давно, они есть, как бы, а что о них говорить? Да, но нет. Так вот, дальше, после агрегации на уровне сеслога, после возможности установки сеслога отдельно и на него там сливания логов со всех сервисов, появился уже, так сказать, появились агрегаторы типа там стека LK, например, в которых есть несколько составных частей, такие как коллектор, как хранилище, как там поисковый движок какой-то, как алертинг, как дашборды, то есть вот это вот все. Ну и примерно в это же время параллельно развивалось движение, когда, то есть параллельно развивалось микросервисное движение, когда мы могли эти логи в зависимости от нашей инфраструктуры отправлять различными способами, приложением ли нашей же инфраструктуры, либо приложением, скажем, каким-то другим. В какой-то момент людям перестало хватать метрик, логов, прошу прощения. Почему перестало хватать? Ну, если вспомнить, если кто-то вспомнит старые добрые времена, одним из первых способов, по-моему, отображения информации о производительности было примерно следующее. Apache писал свой лог, или Squid писал свой лог, неважно. Для того, чтобы получить информацию о производительности системы, мы запускали какой-то там перловый скриптик, по-моему, который гребал этот лог, составлял на основе его какую-то табличку красивую, вырисовал какой-то график, и, в общем-то, это и была типа сбор метрик, то есть сбор информации о производительности. Очевидно, здесь есть множество недостатков. Это проблема работы с текстом и фразами, это все-таки не база. Это скорость, это ограниченность условий выборки. То есть для нас стало необходимым получить такое хранилище данных, из которого мы можем получать данные о происходящем достаточно быстро, агрегировать их необходимым способом и визуализировать, разумеется. Ну, и еще по ним, естественно, строить определенные алерты. Поэтому начали появляться первые попытки как-то собирать метрики отдельно. То есть метрики – это информация, скажем, в большей мере числовая о происходящем с вашим приложением. Первый вариант, конечно, это логи были. Дальше появилась аналогичная ЕЛК-системы, где были, вернее, не аналогичные ЕЛК, были проприетарные системы, вернее, системы с проприетарными протоколами, в которых были отдельно агенты, отдельно коллекторы, отдельно там хранилища и так далее, и так далее. Ну, наверное, одним из ярких представителей вот этой группы стоит считать Zabbix, который, собственно, имеет собственные агенты, собственно, имеет свой внутренний какой-то протокол, имеет там базу хранения и визуализацию. Параллельно для сетевых устройств у нас, для снятия метрик использовался протокол S&MP. Параллельно развивались микросервисы. Мы пытались получать метрики там через API, по HTTP, либо кто-то, так сказать, в последнее время портовуф. Опять же, чаще всего это какие-то кастомные имплементации для своей же собственной системы мониторинга. Но, прошу простить, что-то у нас с кликером. Значит, третья составляющая – это трейсы. Трейсы описаны достаточно давно как отдельный вид. Насколько я помню, первая такая серьезная white paper была от Google в 2010 году, которая описывала вообще идеологию трейсов. То есть, что это такое и чем они отличаются, скажем, от логов обыкновенных. Если кратко, когда мы настраивали производительность приложения, для нас очень важно отслеживать проблемные запросы. Ну, допустим, работает у вас какое-то приложение, работает у вас там база данных за вашим приложением, и в какой-то момент один запрос выполняется дольше, чем остальные. Ни с помощью обычных метрик, ни с помощью логов, как логов обычных, вы не отследите эту ситуацию. То есть, это либо жесткий дебаг, ну, в общем-то, достаточно сложно. Что делать при эксплуатации такого приложения, еще более становилось непонятно, потому что разработчики, в конце концов, могли его более-менее детально дебажить. Для эксплуатантов это представляло серьезную проблему. Так вот, трейсы призваны решить эту проблему. То есть, трейсы позволяют вам снимать метрики с привязкой к какому-то конкретно выполняемому запросу и отслеживать его прохождение по всей цепочке ваших сервисов. Значит, ну, границы применимости, логи. Ну, в первую очередь, это их простота, что определяет границы применимости достаточно широкие. Если у вас умерло все, если у вас не работает инфраструктура, если у вас упали базы данных, у вас всегда есть логи. Вы всегда можете посмотреть, что произошло. Если похакали полностью вашу систему, опять же, уничтожили все, вы всегда можете открыть логи и посмотреть, что произошло. Вы всегда можете логи, поскольку они там Unix-style, да, то есть, это, как правило, вывод в STDR, это вывод простые файлы. Вы всегда можете его перенаправить куда угодно, вы всегда можете их проанализировать, как вам удобно. То есть, это очень удобный инструмент. Он просто обязан быть. Зона применения метрики, как я уже сказал, это узкая специализация. Производительность, счетчики, здоровье вашего приложения. Здесь практически нет места событиям, как таковым. Здесь нет места описания, скажем, определенных ситуаций, которые происходят с точки зрения безопасности с вашим приложением. Здесь нет информации о сессиях пользовательских. Здесь есть информация строго о производительности и все. На день сегодняшний, к сожалению, многие именно концентрируются на метриках, забывая о том, что метрики не позволяют получить абсолютно всю информацию необходимую. Собственно, третья часть трейса деталей, я уже сказал, они позволяют с детализацией по запросу получить информацию. И в этом их преимущество. И еще раз подчеркну, вся эта информация, так или иначе, по идее, должна попадать всем. Крупной компании. Или небольшой, но которая заботится о своей безопасности. Типичный поток телеметрии. Creation. Это, собственно, приложение ваше создает телеметрию тем или иным образом. Вторая часть. Транспорт. То есть, с помощью какого-либо из протоколов мы передаем эту информацию на агрегатор. Дальше идет фаза нормализации. Вот здесь я хотел бы чуть подробнее остановиться. Почему я всегда ратую за придерживание определенным стандартам? Потому что фаза нормализации со стороны девопса это всегда одна из фаз головной боли. То есть, мы берем новое приложение, и оно внезапно начинает абсолютно по-своему видеть этот мир и абсолютно по-своему вещать. И мы начинаем придумать, так, а как же его вписать в нашу схему? Хотя, в принципе, вещи, о которых оно рассказывает, вещи, о которых оно вещает, это все те же стандартные логи, которые вещают приложения А, Б и В, с которыми вы уже работаете. И здесь, кроме времени админа, мы еще тратим время, собственно, наше аппаратное, которое сейчас, конечно, стоит меньше времени админа, но все же стоит. Особенно в хайлоде. И, в общем-то, каждый лог мы парсим, мы переформатируем таким образом, как нам необходимо. То есть, на этом этапе у нас происходят значительные потери в производительности впустую. Дальше, понятно, хранилище, анализ из хранилища данных, которые к нам пришли, плюс алертинг, визуализация дашбордики и отправляем в архив. Все, что, в общем-то, осталось там. Теперь детальнее уже о том, как я со своей стороны вижу процессы, которые надо построить при разработке приложения. Логи. Какая информация должна присутствовать в логах, на мой взгляд? Ну, первая информация. Эта информация непосредственно о том, что это за приложение. Почему она должна быть? Когда мы работаем с коллекторами логов, очень часто нам необходимо, скажем, поискать, а что же вот случилось? Вот у нас неделю назад случилась какая-то ситуация, да? И что данное конкретное приложение вывело, да? Хорошо, мы туда заходим, начинаем смотреть, и, в общем, в этих логах мы практически не обнаруживаем информации о самом приложении как таковом. Можно сказать, да, ребят, вы что, не знаете, какое приложение у вас поставлено, да, или какая там версия его? Хорошо. А если у вас 100 инстансов? А если тысяча? А если у вас происходит постепенная выкатка, многоэтапная? У вас на одной группе хостов работает одна версия, на другой другая, на третьей третьей? Каким образом быстро получить информацию? И вот здесь начинаются проблемы. Казалось бы, простая вещь, напишите информацию о приложении при запуске, и этого будет вполне достаточно. Следующая информация, конечно же, изменение состояния. Я запустился, я остановился, я дохожусь вот в такой-то позе, да? Следующее, состояние, информация в состоянии здоровья. Я подчеркну, здоровье и стоит как таковое приложение. Это две большие разницы. Первая говорит о состоянии с точки зрения процесса в системе, ну или, так сказать, контейнера, или любой сущности выполняемого приложения. А вторая говорит о том, насколько оно способно в полной мере выполнять функционал свой. И приложение может быть нормально запущено, оно может не крэшиться, может быть все в порядке, но оно не может выполнять свой функционал, потому что, а, например, у него недостаточно памяти, б, у него там забрали базу, то есть ему не с чем работать, то есть при этом у него состояние все окей, да, но здоровье на нуле. Следующий момент. Аудит трейл. Это вполне устоявшийся термин, особенно в среде безопасников. Он описывает, опять же, достаточно широкий круг событий, которые нам необходимо сохранять. И это в первую очередь для СИЭМ. Это могут быть, как пример, какие-то финансовые операции. Пользователь выполнил финансовую операцию, окей, мы записали. Значит, там с такой-то карты был перевод туда-то, такая-то сумма и так далее. Это информация о изменении, о ротации ключей. То есть мы должны знать, когда у нас ключи отрокировались. Метрики нам этого не дадут, очевидно. Это информация об изменении конфигурации. Мы должны четко знать, что у нашего приложения по какой-то причине изменилась конфигурация. То есть либо я намеренно, либо кто-то иной поменял конфигурацию. Мы должны четко об этом знать и вовремя на это реагировать. Естественно, необходимо записывать сессии пользователей, когда они залогинились. И частая ошибка, когда залогинились, мы пишем, когда они отключились, мы не пишем. То есть отследить время работы данного конкретного пользователя не представляется возможным. И не представляется возможным в дальнейшем при анализе и разборе ситуации наложить вот это вот время работы на, скажем, на проблемный участок и посмотреть, как они пересекаются. Далее мы логируем события, которые для нас являются нормально обрабатываемыми, но ненормальными с точки зрения процесса работы самого приложения. Это ошибочные URL, с которыми пытается кто-то, так сказать, подключиться. Это ошибки логинов. В общем-то, любые фейлы, которые отрабатываются приложением нормально, но являются нестандартным поведением. Это тоже нам в дальнейшем очень сильно пригодится. В логе мы также сохраняем любую информацию, которая нам нужна в строковом виде, которую мы в строковом виде планируем же дальше анализировать. Еще раз очень кратко подытожим, на каких этапах что я предлагаю, чтобы приложение у вас сохраняло. На этапе старта. Естественно, приложение пишет, я стартую, все окей. Написал я себе информацию, приложение такое-то, компонент приложения такое-то, если у вас многокомпонентное приложение. Далее, очень рекомендую писать либо билд, то есть версию билда, либо в современном мире, когда мы имеем с множеством опенсорсных приложений, вполне хорошим тоном, на мой взгляд, будет написать номер коммита. Вы очень быстро сможете установить, это очень хороший идентификатор, с помощью которого вы очень быстро сможете установить именно ту версию, которая у вас работает. Следующий момент. Не очевидный, но опять же предлагаемый мной, потому что я неоднократно натыкался на ситуации, в которых это было очень удобно и необходимо. Конфигурацию, которая на день сегодняшний используется. Мы часто запускаем наши приложения в абсолютно различных средах. У нас могут быть конфигурации, которые мы передаем через переменные окружения, у нас могут быть конфигурации, которые мы передаем через файлы, у нас могут быть конфигурации, которые мы получаем с демо на конфигурации. Мы четко должны знать, с какой конфигурации мы сейчас запустились. Следующим очень важным моментом. Я бы предложил всем приложениям взять за хороший том писать deprecation warnings. Мы загрузили конфиг. Если мы планируем в нашем приложении какие-то breaking changes, которые возникнут через полгода, стоит об этом уведомить людей, которые занимаются эксплуатацией вашего приложения. Это сильно сбережет им нервы и сильно повысит ценность вашего приложения в их глазах. Естественно, режим, в котором запускается ваше приложение. Это нормальный режим эксплуатации, это режим без детача от консоли, это режим дебага и так далее. Этап, который пропускают многие приложения. Грешат, ну, подавляющее большинство. Так, краткая, 10 секунд лирики. Когда я готовил этот деклад, мне очень хотелось, ну, знаете, я готовил там типичные ошибки, при, да, там, ля-ля. Я бы пытался пойти по этому пути, взял несколько очень известных сервисов, которыми, ну, каждый из нас сталкивается регулярно, и начинал открывать, и вот по пунктам я скажу, так, в этом, один, два, три, четыре, пять, в этом, один, два, три, четыре, пять. И, в общем, я понял, что более-менее соответствует моему субъективному, конечно же, представлению о идеальном мире лишь совсем немногие. Так вот, этот этап, он позволяет четко отследить момент перехода вашего приложения от состояния «я загружаюсь и готовлюсь» к переходу в состояние «я готов работать». А это очень важно, причем это очень важно даже для приложений, которые запускаются в течение, там, полусекунды или секунды. Ведь если приложение запустилось, но при этом не готово обслуживать, для вас от него толку нет, и оно реально не готово. Хотя в логах написано «старт», и все окей, все замечательно. Так вот, этот этап, на мой взгляд, должен быть обязательным. Причем на этом этапе нам необходимо говорить, что, во-первых, оно запустилось, что оно готово обслуживать, во-вторых, надо фиксировать то, каким образом оно готово обслуживать внешний мир, то есть, с использованием каких интерфейсов, портов и так далее. То есть, я запустилось, я слушаю на таком-то порту. Все окей, хорошо. Третий этап обязательно, особенно для достаточно сложных приложений, сразу же информировать о состоянии здоровья. Опять же, приложение могло запуститься, могло находиться в состоянии, когда оно готово обслуживать запросы, но где-то у него что-то болит и мешает ему полноценно работать. Вот здесь, на начальном этапе, очень важно этот момент запустить. Напомню, что вот вся эта информация у нас, по идее, должна стекаться в какой-то агрегатор, в какую-то базу, из которой должна анализироваться и алертиться. И мы на нее должны достаточно быстро реагировать. И когда мы раскатываем множество сервисов, то вот этот момент будет очень полезен. Изменение состояния или изменение состояния здоровья. Здесь все просто. Во-первых, новое состояние. Во-вторых, причина. Очень красиво будет, если при написании приложения вы будете указывать причину, почему произошло изменение состояния. Это очень существенно поможет в дальнейшем при эксплуатации DevOps'ом быстро среагировать и устранить проблему. А еще лучше будет, если вы в дополнение к причине сразу будете указывать урлик на документацию, в котором описана эта ситуация. Поверьте, я лишь в немногих приложениях встречался с такой штукой. И когда в состоянии очень сжатого количества времени, которое необходимо на реагирование на инцидент, ты сразу же видишь, у меня случилась беда. Вот, урл, почитай. Тебе это экономит страшно большое количество времени и ты проникаешься уважением к людям, которые разрабатывали это приложение. По состоянию здоровья. Ну, на день сегодняшний все больше набирает вполне классическая, старая, добрая система. Градуировки, что ли, состояния здоровья. Да, зеленый это у нас все в порядке, желтый частично есть проблемы, но в принципе функционирует. Да, ну и красный все у нас плохо. Рекомендую к использованию. Думаю, это очевидно, понятно на всех континентах. При выключении. Опять же, причина при выключении. То есть, я не скрэшилось, да, а меня выключили. Все окей, хорошо. Мы готовимся к выключению. То есть, этапы, да, все подготовили, все закрыли, все корректно. Ну и последнее, опять же, финальное сообщение должно быть о том, что я остановилась. То есть, это как я запустилась и готова обслуживать ваши запросы, да, точно так же я остановилась, потому что чисто теоретически мы можем вполне себе залипнуть в каком-то промежуточном состоянии между тем, между началом выключения и завершением. В каждой строке логов обязательно таймстемп, не забываем указывать таймзону. Точность таймстемпа выбираем в зависимости от того, какое у вас приложение. Я видел, пишут с наносекундами, но наносекунды, если меня не изменяет память, в ISO 8601 не стандартизированы, поэтому я бы рекомендовал наносекунды, ну, в общем-то, их использовать только тогда, когда они реально нужны. Обязательно PID. У вас, как правило, многопоточные приложения, и нам надо четко знать, какой именно поток сгирировал это приложение. Информация о приложении названия компонент, как и ранее. Версия приложения. Опять же, очень удобно при фильтрации, при работе с вашими логами в дальнейшем. Особенно важно, когда мы экспортируем форматах, в которых, в общем-то, есть специальные поля для этого, которые можно удобно парсить. Важность сообщения. Вот здесь есть некая коллизия, на мой взгляд, потому что RFC 5427, который вышел из Syslog, определяет это следующим образом. 7 – это наименее важное сообщение, а 0 – это наиболее важное сообщение. Этот стандарт прижился вполне себе при логах с сетевых устройств, то есть там, где Syslog oriented, полностью все сделано. Один из новых форматов CEF, он рекомендует от 0 до 10, и мне интуитивно, несмотря на то, что я со старых времен, мне, скажем, вот этот формат кажется более правильным, более логичным и более предсказуемым. Поэтому я бы рекомендовал его использовать. Код сообщения. Вот здесь тоже очень важно, даже тогда, когда разработчики доходят до вот этого момента и вспоминают о том, что да, с этими логами будет когда-то кто-то работать, когда-то кто-то с этими логами начнет делать какие-то автоматизированные вещи, как-то реакция на происходящее, как-то агрегирование, как-то, в общем-то, корреляция с остальными системами. Мы говорим, окей, у нас будет код. Почему код? Потому что в одной версии приложения вы можете сказать, вы можете написать сообщение. Ну, например, мне хорошо, я запускаюсь, скоро буду готово. Потом мы подумали, нет, это слишком лирично, а давайте заменим сообщение на сухое. Такое, я запустилась. И в этот момент вся система автоматизации, которая была заточена на первое сообщение, ломается. Если вы изначально разработаете грамотную структуру кодов, которая будет по каждому типу сообщений, то, в принципе, это позволит избежать этой ситуации, позволит вам делать нормальную адаптацию сообщений, нормальную локализацию сообщений, если вам это будет необходимо, исправлять ошибки, которые у вас там будут, и так далее, и так далее. То есть на текстовую составляющую вы будете уже обращать меньше внимания. Хорошим подходом, на мой взгляд, является взять одну из общеизвестных, общедоступных систем кодирования информации об ошибках, например, HTTP. Это не единственный вариант, но, например, группы кодов HTTP знает практически любой человек, который занимается веб-разработкой, либо DevOps. Он знает, что все, что начинается на 200, это нормально, хорошо, да? Все, что начинается на 300, это тоже неплохо, да? А вот на 400 уже хуже, и так далее, и так далее, да? Ну, это я, конечно, утрирую так, чтобы, так сказать, повеселиться немного. Но мы понимаем, что есть группы кодов, и, в принципе, на эти группы кодов мы можем реагировать. И, на мой взгляд, неплохой подход, если мы берем и свою систему строим примерно по тому же принципу. Раз у нас все в микросервисах сегодня, раз Миша говорит, что надо докер и кубернетис, ну, значит, что делать? Тогда будем, в общем-то, везде HTTP-стайл, и будем везде, в общем-то, ориентироваться на API, и везде ориентироваться на HTTP-шные коды. И обязательно, конечно же, должно быть, собственно, читаемое человеком нормальное сообщение. Чего не нужно, ни при каком случае, так сказать, экспортировать логи. Очевидно, это пароли, токены и любую другую sensitive data. Это, в первую очередь, риски по безопасности вашего приложения и вашей инфраструктуры. Вторая часть, второй вид данных, который ни под каким соусом нельзя экспортировать в логи, это приватные данные. Вот здесь у вас начинаются правовые риски. И если, так сказать, мы берем сегодня любую точку мира, да, то приложение, которое рискнет экспортировать приватные данные в чистом виде в логи, да, оно, в общем-то, практически в любой цивилизованной стране сегодня попадает под тот или иной, под действие того или иного закона и является правонарушением. Каким образом нам обходиться в этом случае, если нам все-таки надо анализировать информацию о происходящем с привязкой к каким-то, пусть в некотором роде абстрактным клиентам? Ну, есть несколько подходов. Первый подход – это маскировка, так называемая. Я сейчас пытаюсь на лету переводить с английского, ну, я, честно говоря, терминов не слышал таких. Ну, пускай будет маскинг, значит, мы можем просто взять и убирать пароли, например, да, заменять их звездочками, естественно, без соблюдения длины. Любой пароль выкусываем и ставим туда три звездочки, да. Ну, окей, хорошо, это один из подходов. Любое имя человека выкусываем и ставим пять звездочек, да, то есть, ну, все, полностью замаскировано. Есть варианты анонимизации и псевдонимизации. Несмотря на то, что они очень похожи, их часто путают, это разные подходы на самом деле. Потому что анонимизация убирает, в принципе, все данные, по которым может быть идентифицирован человек, а псевдонимизация данным, по которым может быть идентифицирован человек, присылает некий псевдоним, часто это криптографическая функция какая-то, которая позволяет, в принципе, в конце концов восстановить какой это был человек, то есть что это был за человек. Реализация конкретно зависит от инфраструктуры, конкретно от вашего приложения, поэтому здесь конкретных рекомендаций, конечно, быть не может. Теперь, каким образом все, о чем мы говорили, каким образом передавать? Кто же фактические потребители в инфраструктуре приложений вот этого всего? Ну, в первую очередь, как я говорил уже, это консоль. От этого мы не уйдем никуда, и, я думаю, что не уйдем в ближайшее время. Я надеюсь, мы не уйдем от этого в ближайшее время. Где бы ни запускалось ваше приложение, всегда нам необходимо иметь возможность вывода в консоль. Если нам необходимо быстро развернуть на коленке, проверить, посмотреть, как оно заработает, это консоль. Если вам надо запустить его в контейнере, это консоль. То есть практически везде, когда мы разворачиваем, когда мы разбираем инциденты, это очень удобно консоли. Файлы. Безусловно, одна из схем, вполне себе здравствующих, это отправка информации этих файлов. Причем файл может быть как один, так и разделение по нескольким. Но никогда не забывайте о том, что есть разные среды эксплуатации, и экспорт вашей информации в несколько файлов не всегда удобен. Например, когда мы хотим их агрегировать. Например, когда мы запустились в докере. У нас необходимо вывод в стдр всей информации подряд. Поэтому информация должна быть разбита по категориям четко. Должны быть идентификаторы, но слито в один весь поток. Общего вида системы коллектор, хранилище, алерт и так далее. Ну, суть та же ELK-система. И четвертый потребитель это CM-системы. Когда я проводил анализ того, каким образом мы должны свое приложение научить экспортировать логи, я попытался собрать воедино информацию о том, какие из видов приложений, какого вида логи принимают. Получилась вот примерно такая табличка. Значит, по вертикали мы видим, собственно, форматы логов. И по горизонтали мы можем назвать это условно транспортом. Транспортом, хранилищем, то есть здесь вот несколько смешанных понятий. Значит, plaintext. Plaintext мы пишем, ну, не структурированное сообщение, да. Мы пишем в одном единственном случае, и то далеко не всегда, это когда мы вводим просто в STDR, ну, либо в STDout. Такой вид логов, на мой взгляд, вообще не стоит даже разрабатывать. Почему? Потому что рано или поздно всегда кто-то захочет его распарсить. Это будет сложно. Поэтому от plain, в принципе, можно отказаться. Второй вариант. На день сегодняшний сислог процветает и здравствует. Системы с коллекторами на сислогах, с перенаправлением сислога на logstash тот же. Вполне себе работают и здравствуют, поэтому сислог ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. То есть мы должны уметь писать в формате сислог, мы должны уметь экспортировать всеслог. Тогда ваше приложение будет работать, ну, тогда мы берем просто вот и говорим, что очень большая часть интеграционных проблем у нас закрыта в этом плане. Конечно, когда мы говорим о микросервисах, это JSON. Здесь вопросов нет. Практически все умеет JSON, практически все умеет парсить JSON, и здесь любая CM-система умеет хорошо работать с JSON. Следующий момент. CEF, про который, кстати, к сожалению, очень мало говорят, и я, честно говоря, о нем информацию нашел далеко не сразу на N-ой странице Google. Я ее встретил, то есть знал я о нем достаточно давно, поскольку у меня бэкграунд чуть сетевой и телекоммуникационный. Поэтому, значит, этот формат был разработан в свое время с целью как-то упорядочить структуру, логов, упорядочить поля, упорядочить названия полей. И вот CEF очень хорошо и подробно описан. Вот сейчас к нему чуть подробнее вернемся, вернее не вернемся, а к нему чуть подробнее придем на следующем слайде, прошу прощения. И последний вариант – протобув. Ну, эффективно, быстро, хорошо. Но на день сегодняшний работает с… Лишь небольшие… Лишь некоторые CM работают с протобув. И, как правило, мы протобув используем, если у нас жесткий халлоуд, если нам надо экономить каждый байт, если нам надо очень быстро и с экономией по времени. Как я обещал, чуть подробнее по CEF. Достаточно старый по нашим меркам стандарт 2009 года, который, тем не менее, в свое время был призван упорядочить многие вещи, которые хаотично, в общем-то, каждый писал в влогах, как хотел. Это, в первую очередь, название полей, это, в первую очередь, название статусов, это форматы для каждого из полей, то есть типы. На мой взгляд, когда я в последнее время наткнулся на него, это очень хороший инструмент для того, чтобы интегрировать его с существующими технологиями, интегрировать в плане организационной. Для большинства DevOps'ов не секрет ситуация, когда мы имеем несколько групп, как мы сегодня очень любим, несколько очень небольших групп, которые пишут каждый свой модуль и так далее, и так далее. А потом DevOps пытается собрать это все воедино, он видит абсолютно разные форматы логов, абсолютно разные названия для одного и того же типа данных. Там у нас Network Interface, там у нас ETH, там у нас еще что-нибудь, там у нас просто Device. То есть, вот эти все вещи, начинается очень большая проблема собрать. Для того, чтобы этого избежать, нам надо либо вначале сесть и подробненько, подробненько написать, сказать, ребят, если вы хотите экспортировать такой тип данных, называйте его вот так. А можно просто сказать, ребят, вот есть стандарт CEF, вот пока вы не исчерпаете набор терминов, которые там есть по названию полей, ко мне не подходите. А там их, в общем, две страницы, поэтому к вам придут не скоро. И это очень хорошо, потому что будут абсолютно одинаковые у всех названия, одинаковые типы, и у вас логи станут абсолютно одинаковыми для каждой команды. У вас соседние команды научатся понимать логи соседнего модуля. Это же прекрасно, ребят. Стандарт очень хорошо документирован, он очень небольшой, воды там практически нет. Там на первой странице уже написано, вот смотрите, он так должен выглядеть, да. А на остальных страницах там написано, а вот название полей, вот типы. В общем-то, замечательный стандарт, как по мне. Мое предложение. Берем организационную часть CEF и заворачиваем ее в любой удобный для нас сегодня транспорт, будь то джессон, будь то там протобув, будь, ну, короче, куда угодно. Вот. Мы всегда будем знать, каким образом парсить. Мы всегда, когда будем говорить о интеграции с нашим потенциальным партнером, а он спросит, а ребята, а как с вами интегрироваться? Мы говорим, вот CEF, читай. Все. На этом ваш диалог просто очень быстро закончится, и все проблемы уйдут. Итак, подытоживая тему логов, вместо, скажем, вместо типичных ошибок, я вот такие вот рекомендации кратенькие написал. Значит, логи будут читать люди, как это непарадоксально звучит. Часто это люди будут в состоянии очень сжатого времени. Часто это люди будут, когда у них стресс. Старайтесь писать логи очень кратко, то есть формулировать очень кратко, лаконично и красиво. И предоставляйте, пожалуйста, информацию о том, как решить эту проблему. Хотя бы в виде ссылок на замечательную документацию, которая, я уверен, есть для каждого приложения. Второе. По логам обязательно будет осуществляться поиск. Не стоит там быть поэтом, либо писателем, и пытаться придумывать какие-то замечательные, красивые формулировки для вполне стандартных событий. Если вы напишите, ой, у меня что-то оттуда поломалось, то человек, который будет это искать, опять же, в состоянии стресса, вы просто лучи добра, он вам пошлет такие, что вы, в общем-то, услышите их очень далеко от того места, где он сейчас находится. Логи обязательно будут разбираться автоматически. Опять же, помним это и пишем логи в любом стандарте, о котором я сейчас говорил, который может легко разбираться автоматически. Очень тщательно подойдите к классификации типом событий, которые у вас происходят. Кстати, здесь ситуация вполне из моей практики. Совсем недавно, значит, одно из приложений, которое мы разрабатываем, это шифрующий прокси. Значит, с одной стороны, у него соединение к нему, с другой стороны, соединение в базу данных. Так вот, поскольку он работает как проксирующий компонент, то не всегда возможно отследить то, было ли это соединение завершено корректно, либо это соединение было завершено по таймауту, либо по состоянию, скажем, сети и так далее, и так далее. То есть, есть одна из ситуаций, над которой мы думаем сейчас, как ее побороть, да, в которой непонятно, корректно или некорректно завершилось сообщение. И поскольку у нас повышенный уровень паранойи и шапочки из фольги, то, естественно, мы писали эррор. Так вот, когда я впервые, в общем-то, начал тщательно анализировать логи этих приложений и увидел при стандартных операциях, которые проходят через него, вот такую страницу с эррорами, я сказал, ребята, что это такое? И, в общем-то, мы все-таки привели это все в норму, и ситуации, которые не являются критичными для работоспособности, они не классифицируются как ошибка, они могут классифицироваться как ворнинг, как нестандартная ситуация, как угодно, но не эррор. Иначе вы, сначала у человека будет паника, через час у человека будет полный игнор. Он просто перестанет реагировать на сообщения об ошибках вашего приложения. О стандартах я уже сказал. Старайтесь их придерживаться, и будет вам всегда счастье. Значит, логи – это первый источник при анализе каких-либо инцидентов по безопасности. Опять же, помните об этом, когда вы туда пишете информацию. Вы должны понимать, что вот эта информация, которую вы пишете, реально может пригодиться. Логи, в конце концов, в конце их жизни, архивируются и складываются надолго. Если вы допускаете утечку в логе sensitive data, будьте уверены, что достать из архивов их потом, отдельно выкусить – это будет целая, огромная, большая проблема. В противном случае – security risks, legal risks. И обязательно, так сказать, вещи для конфигурации. Форматы логов, как я уже сказал, варианты транспорта, пути, ну, естественно, уровень паники, который мы хотим видеть в логах. Значит, помните, что ваше приложение будет выполняться в абсолютно различных окружениях, соответственно, требования к выводу логова могут быть разные. Следующий момент. Не старайтесь реализовать ротацию логов в вашем приложении. Как только вы начинаете дополнять ваше приложение системами, которые есть в любой стандартной поставке Unix. На мой взгляд, это изобретение колеса. Особенно, вот я недавно очень плотно поработал с лог 4G. Вот такая простыня, в которой описываются все стандартные вещи, которые я могу делать с помощью логов. У меня сразу возник вопрос, а зачем? Если я настраиваю инфраструктуру одним типичным способом, ко мне приходит новое приложение и говорит, а вот мне, пожалуйста, логи настраивай вот так. Потому что я хочу сделать. Неудобно. На мой взгляд, это очень неудобно. Проще реализовать механизм простейший, который может сказать вашему приложению, ребята, я тратировал логи, пожалуйста, корректно их пересоздай. Все. В любой критичной ситуации мы должны уметь напечатать в простейшем формате логи в виде, так сказать, текста на консоль. По имплементации. Ну, здесь достаточно все просто. С логами особых проблем нет. Стандартными рубишными методами все это реализуется. Если мы хотим некого форматирования, некого там JSON чуть-чуть, может там HTTP и так далее. Ну, в общем-то, я ряд модулей привел, с которыми, так сказать, довелось поиграться. В принципе, ну, на ваш вкус и цвет. Переходим к метрикам. Значит, проблему логов я описал. Метрики у нас узкоспециализированная достаточно штука. Поэтому начнем с подходов. Есть на день сегодняшний три описанных подхода. Есть use метод по первым буквам, собственно, информации, которые нам надо собирать. Подходы описаны в Google с рейбук, которые уже сегодня упоминали. И есть red метод. Цветами я попытался подсветить аналогичные типы данных, которые упоминаются в различных стандартах. Значит, use метод разработан достаточно давно. Но подход у них примерно следующий. Если вы не знаете, что собирать, собирайте вот эти вот вещи. То есть, это вот первый подход. Utilization, Saturation, Errors. Что это такое, мы сейчас чуть подробнее дальше разберем. У Google подход, конечно, как всегда, свой. Очень концептуальненький. Не всегда применименький, но неплохой. Что собираем? Задержки, трафик, ошибки, Saturation. Red метод был, как автор пишет прямо на заголовной странице, был разработан после того, как он прочел SRE-бук, вдохновился и сказал, что для микросервисов хорошо бы все-таки Red. Итак, что же это за части? Utilization. Это, по сути, мы можем дать два разных определения. Это либо процентное соотношение загруженности какого из либо ресурсов, либо уровень использования какого-либо из ресурсов. Типичные примеры. Нагрузка CPU, емкость дисковой системы, загруженность памяти и так далее. Количество файловых дескрипторов. Трафик и рейд. Значит, здесь есть два определения, которые, с одной стороны, могут показаться очень близкими, но достаточно разные по сути. Google предлагает это определять как трафик и говорить об этих метриках как о очереди задач, которые вам необходимо обработать. То есть о том, что пришло, но еще не сделано. В то же время Red метод говорит об этом как о совершившихся действиях. То есть вот операции, которые мы уже выполнили. На мой взгляд, при совокупности тех метрик, которые мы собираем, а дальше мы о них поговорим, лучше придерживаться все-таки rate, то есть экспортировать реально выполненные операции. Почему? Потому что информацию об очередях мы можем получить непосредственно по метрикам очередей. Информацию о задержках системы, как мы потом дальше увидим, мы сможем получить из насыщения системы. То есть из других метрик они прекрасно выбираются. А здесь нам очень важно получить чистое значение производительности. Сколько работы выполнила ваша система. Следующий момент, по которому, собственно, часто определяется, насколько ваша система нормально работает. Это задержки. Здесь все просто. Это количество времени, прошедшее между началом операции и концом операции. Типичные примеры. Время обработки запроса, время отработки транзакций, время пересылки пакетов. Ошибки. Тоже все очевидно. То есть количество ошибок, случившихся при нормальном выполнении операции. Сюда же добавим ситуации, которые возникли при, скажем, неожиданных событиях, типа ошибочных URL и так далее, и так далее. Ошибок при авторизации. Насыщение. Вот это вот, на мой взгляд, один из очень важных типов метрик, который, собственно, отличает всю технику получения метрик от логов в принципе. Здесь мы можем собирать информацию о том, насколько наша система готова обслуживать запросы. Насколько она работоспособна. Работоспособна в смысле количества работы, которую она выполняет, и количества работы, которую она еще способна выполнить. Если брать какую-то аналогию, я бы привел пример обычного аппаратного сервера, и о нем можно говорить, что вот есть у нас процессор. Хорошо, он загружен на такое-то количество времени. Память загружена столько-то, файловых дескрипторов открыто столько-то. Но каждая из этих метрик не говорит нам ничего о том, насколько вся система готова обработать какие-то действия. Хорошим аналогом из мира Unix будет Loat-overage. Это, если кто не знает, это, кстати, многие считают, что это просто загружка ЦПУ. На самом деле нет. Это совокупная метрика, вычисляемая метрика по большому количеству факторов, которые как раз определяют то, насколько ваша система готова работать. Эта метрика может быть либо вычислена внутри программы, если у вас сложное программное обеспечение, то проще вам ее вычислять. То есть вы знаете ее слабые места, вы знаете все точки, в которых, в общем-то, ваше приложение может быть ограничено. Почему этой метрикой стоит пользоваться? Высокие значения Utilization всегда говорят о проблемах. То есть если у нас на 100% загружен ЦПУ, это проблема. Высокие значения Saturation всегда говорят о проблемах. Если у нас Saturation 100%, значит больше работы мы уже не выполним. При этом низкие значения Utilization нам не обязательно гарантируют то, что мы сможем работать. Если мы скажем, что у нас память не заполнена вообще, это не значит, что ваше приложение готово работать дальше. Почему? А потому что у него может быть ограничение в другом месте. Но при этом Low Saturation, то есть анализ всех факторов совокупных, действительно нам говорит о том, что ваше приложение готово обрабатывать запросы. Значит, основные типы метрик. Так, что у нас? Прошу прощения. Значит, за что мы любим вообще метрики, за что мы любим современные стандарты Prometheus? Есть замечательная штука, кроме стандартных Gatch и Counter, у нас есть замечательная штука гистограммы. Значит, что вам позволяют делать гистограммы? Гистограммы вам позволяют, первое, уменьшить частоту опроса, слайдик чуть позже будет, и второе, получать значения в персентилях. Что это такое, сейчас покажу чуть подробнее. Типичный график времени ответа сервера, то есть времени реакции на запрос. Это Nginx. Если любой, в общем-то, процентов, наверное, 80 админов скажут, что да, вот по центру мы видим, вполне себе, вот самый проблемный участок, вот здесь оно загружено. А теперь мы берем и делаем график по загрузке 99 персентиля. И мы видим, что на самом деле saturation, то есть насыщение сервиса, произошло совсем в другом месте. А вот там, где у вас визуально и математически высокие значения по overage, на самом деле у вас система работала абсолютно нормально. Что такое персентиль? Персентиль говорит о том, что 99% запросов, ну, для 99 персентиля, выполнялось менее, чем вот этот уровень порога. То есть уровень персентиля – это просто то количество, на которое вы ориентируетесь. Вы говорите, что я хочу, чтобы у меня там 99 или 90% запросов попадало в определенные рамки. И вот вы отслеживаете эту ситуацию. И вы видите, что к проблемному порогу подбираемся мы совсем в другом месте, а не там, где у вас показывает overage. Что еще позволит гистограмма? Допустим, мы делаем 10 buckets. Ну, это, по сути, таких себе корзинок, ведер, как хотите. И попытаемся проанализировать загрузку цепу. Если мы хотим снимать метрики цепу раз в секунду, то нам надо, а, либо раз в секунду опрашивать метрики и снимать их до этого достаточно проблематично, может быть, для сети. Либо накапливать их на стороне машины. Но если мы будем накапливать их и округлять, то мы получим overage, который нам вообще ничего не скажет. А если мы будем складывать так называемые buckets, которые заранее зададим, будет следующая картинка. Каждая новая метрика, которая снимается, кладется в каждую свою корзиночку. Проходит 10 секунд. Через 10 секунд мы получаем вот такой вот срез. И мы видим, что в первой корзинке у нас два раза, так сказать, было замерено сообщение, вернее, не сообщение, а измерение сделано, которое попало туда. В четвертой такое количество, в пятой такое, в шестой такое. Что мы можем с этим сделать? Первое. Мы вполне себе можем построить хитмап, который нам скажет очень много. Далее. Что мы можем дальше сказать по этому графику? Мы можем сказать, что 50-й персентиль и 90-й персентиль попали вот в такие рамки. То есть 50% времени у нас машина загружена менее чем на 40%. И 90% времени у нас машина загружена меньше 50%. То есть уменьшив частоту опроса вашего агента, мы не снижаем качество полученной информации. Значит, какую информацию экспортировать? В принципе, я уже сказал, это состояние здоровья, производительность, это события, которые произошли, это информация о приложении. Я бы рекомендовал версию, очень удобно по ней алертить. Какие форматы? Ну, на день сегодняшний у нас Prometheus замечательная штука. Я бы рекомендовал экспортировать в нем, тем более, что OpenMetrics пытается, в общем-то, сделать из этого вполне себе стандарт. Под него есть куча библиотек и все остальное. Единственное, оно практически не умеет пуш. Если вы хотите пуш, можно выбрать любой другой формат, типа Influx или еще что-нибудь. Можно реализовать протобув, если коллектор у вас. На чем реализовывать? Стандартный рубишный клиент от самого Prometheus, либо нативными методами. Там все очень просто. О чем помнить, когда мы это все делаем? Разбиваем статистику по типам. Не мешаем все в одну кучу. Поэтому используем Saturation там, где это возможно. Измеряем обязательно и выводим, экспортируем метрики из приложения, наиболее близкие к вашему пользователю. Нам гораздо меньше важно знать, что внутри двигателя поднялась температура на доли десятых градусов, чем знать, едет автомобиль или не едет. То есть, если мы будем реализовать метрики, мы сначала должны сделать первую метрику. Автомобиль А едет, а потом уже копать вглубь, а не наоборот. Экспортируйте метрики в корзинках, в бакетсах, в виде гистрограмм. Чем это хорошо, я вам показал. Обязательно добавляйте название юнита в метрике. Это очень удобно, когда мы, опять же, имеем кучу микросервисов, и мы должны четко знать, что вот этот микросервис экспортирует метрики в секундах, а этот в десятых долях секунды. Трейсы. Здесь будет совсем пара фраз. Значит, о трейсах, о основных преимуществах я уже сказал. Основные подходы вообще трейсов как таковых, это возможность дебага, возможность отладки в процессе эксплуатации в том числе. То есть здесь получают преимущество эксплуатант. Это возможность измерения и тюнинга производительности. Это возможность поиска проблемных мест, проблемных запросов как вариант. Это возможность анализа отказов, инцидентов, то есть что детально произошло. Рекомендую статью, мы по результатам нашего собственного, в общем-то, исследования всего этого дела и интеграции в наши продукты, мы, в общем-то, написали нашему инженерному составу статью. Ссылка будет на слайдах. Значит, что из себя они представляют? Очень кратко. Значит, так называемые спаны, это, по сути, некий кусочек информации, который говорит, что на протяжении этого времени выполняется определенная функция. Если вызывается из нее какая-то сабфункция или там вызванный метод, информация о нем фиксируется в отдельном блоке. То же самое происходит при, скажем, при параллельных вызовах функции и так далее. То есть мы всегда знаем, какая функция вызвала, вернее, какой метод вызвал сабметод, мы всегда знаем, кто родитель, мы всегда можем построить иерархию. Мы всегда знаем по каждому процессу, что происходит. Какую информацию мы туда экспортируем? Информация, собственно, о самом запросе, то есть, как правило, это какой-то идентификатор. Информацию о контексте, информацию о состояниях и, конечно же, время. Как это, в конце концов, выглядит? Выглядит это примерно так. То есть это анализ одного из запросов нашего приложения. Мы четко видим, какой из методов занял какое количество времени. Вплоть до того, что если метод выполняется в цикле, мы четко видим по каждому циклу движение. Отличный способ, отлично позволяет в дальнейшем анализировать ситуацию. Куда экспортируем? В основном, это какие-то парберитарные протоколы. Значит, есть коллекторы общего назначения, скажем так. Есть Джаггер, есть Цыпкин. Очень хорошие вещи, каждая по-своему. Это был скриншот, кстати, с Джаггера. Есть облачные коллекторы. Практически каждое облако предоставляет свой собственный коллектор и анализатор для этого вида информации. И, конечно же, опять не забываем всем. Как реализовывать? Есть несколько замечательных библиотек, каждая по-своему. В той статье, о которой я говорил, мы очень детально рассматривали разницу между OpenCensus и OpenTracing. Одна больше как фреймворк, вторая больше как библиотека непосредственно для реализации. Ну и, соответственно, есть Джаггер клиент, который позволяет напрямую экспортировать все эти метрики. Что я хотел бы в конце добавить? Очень часто нам не хватает, очень часто мы не хотим тратить много времени на получение информации, которая нам нужна в виде справки, то есть справочной информации. Мы вроде все знаем, мы вроде все умеем, но иногда забываем. Это нормально. Я бы пытался сделать чек-листы по тому, о чем не стоит забывать, когда мы добавляем логи в наше приложение и когда мы добавляем метрики в наше приложение. Здесь все очень мелко, это не предназначено, естественно, для того, чтобы здесь детально их читать, но я надеюсь, что когда, в общем-то, это будет опубликовано, вы сможете с ним внимательно ознакомиться. Еще пару страничек ссылок я вам здесь набросал, с которыми я сам часто работаю. Я думаю, что они вам пригодятся. Что ж, как админ, я благодарю вас за то, что вы меня послушали. Я надеюсь, что приложение наше совместными усилиями станет все-таки чуточку лучше за счет того, что мы стараемся, так сказать, с разных сторон смотреть на проблему и помогать друг другу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дима, спасибо. Да, все, да, вопросов нет уже времени, да? Есть вопрос? Нет, давайте тогда мы сделаем так. Вопросы сейчас пойдут, потом сделаем маленький перерыв на 5 минут, а потом дальше будем слушать следующий договор. Договорим? Как удобно. Да, у нас просто не было перерыва. Вот, ну, теперь будем. Вопросы в студию и микрофон. Обязательно я найду микрофон, потому что я потеряла. Нашла. Кто хочет задать вопросы? Привет. Спасибо. Привет. Привет, привет. У меня два вопроса. Первый по поводу аутентичности логов. То есть, как мы уверяемся, что это логи, точнее, сделать акцент на том, что мы уверены, что это логи нашего приложения. То есть, верифицируй что-нибудь это они. Это момент, чтобы не экспозить секьюрити информацию через тайминги, через метрики. То есть, по времени отработки алгоритмов. Тайм-атак. Да, я понимаю, да, о чем речь. Вот. Про комментов был бы классный. Значит, ну, что я могу на это ответить? Если бы я сегодня коснулся еще секьюрити, ну, в общем-то, можно было бы вставить здесь палатку и, в общем-то, поселяться до завтра. Потому что это были бы активные дебаты, я помню, по прошлому своему докладу по дата секьюрити здесь было очень много вопросов. Вот, поэтому, значит, понятно, что если мы говорим о защите наших логов, то здесь мы можем... Вот, наверное, одно из вещей, где мы блокчейн вполне оправдан, ну, вот мне так кажется, да? Где это не хайп, где это, в общем-то, не просто модная технология, а реально удобная штука. И, в принципе, вот у себя в продуктах мы такого рода защиту в самое ближайшее время и планируем. Что касается тайминга, ну, это вопрос вообще очень сложный. Это вопрос, который, наверное, по которому, наверное, надо копать уже вглубь непосредственно работы с аппаратной частью, поскольку от нее в том числе зависит. Мы не можем на чистом программном уровне гарантировать, что у нас, скажем, абсолютно одинаковые тайминги будут, да, и уменьшить какую-то вероятность атаки. Мы можем написать схожие алгоритмы, но мы не будем уверены, в том числе в случае какого-нибудь языка интерпретатора, что у нас все действительно будет выполняться так, как мы задумали. Конечно, конечно. Можно же, по идее, вводить какой-то процент ненастоящих логов, чтобы... ненастоящих метрик. Ну, я понимаю, то есть мы можем там ханипот и все эти технологии реализовать, безусловно. То есть это уже, скажем, идет, наверное, следующий уровень. Вообще тема классная. Я, наверное, по ней все-таки подготовлюсь. Один из следующих докладов. Спасибо за идею. Но сегодня я просто попытался сказать, что не так вообще в логах, метриках приложений. Что не так вот в перекосе из-за модности технологий, да, чего не хватает. Что хотелось бы видеть. Вот с этой стороны обзор. Спасибо. Раз. Там на слайде был где-то стандарт CEF, по-моему, да? Да. И там в стандарт CEF, насколько я видел, там внизу строчки дата была написана, типа, джен, там 9, там что-то, какие-то циферки. Так вот эта дата, она неудобна как для парсинга машинного, так и для человека парсинга, мне кажется. Отвратительный формат, согласен. Это пример, который я взял из стандарта, который был разработан в 2009 году. То есть формат даты неудобен. Но я не рекомендую именно этот формат даты. Я рекомендую придерживаться идеологии, принципов и названий, в первую очередь, которые там хорошо стандартизированы. То есть взять лучший из этого стандарта и использовать его в повседневной практике. А какой формат даты рекомендуешь? А? Какой формат даты рекомендуешь? ISO 86. Ну, как он выглядит? Просто, ну, я, например, из своей практики, да, мне нравится. А? Ну, от формат даты, где сначала идет год, там, 4 цифры, а потом месяц. Год, месяц, да. Хорошо сортируется, хорошо понимается. Да, конечно, конечно. И парсится. Ну, это... Любой из стандартных форматов, в принципе, парсится нормально. Я, в первую очередь, говорил за автоматизацию, да, за то, что мы вот будем это все прикручивать. Мы можем настраивать вывод для вывода в СТДР, допустим, ну, это не камень преткновения, наверное. Привет. Привет. Это прекрасная обзорная статья. Я бы хотел отметить, что мы бы вообще... Ну, не стоит забывать про энтропию и генерацию ключей, потому что у нас может быть большая проблема при кончании пула, и из-за этого может быть большая проблема. Но, в общем итоге, я, ну, увидел обзорную статью. Хотелось бы просто уточнить один вопрос. Вы собираете эти логи, и это, наверное, не первичная проблема. Первичная проблема – это решение с помощью этих логов какой-то проблемы. вы показывали, что вот там документация, вот решайте. Нету ли у вас в самой вот компании какого-то решения, которое вы агрегируете с помощью логов, вы там нажимаете одну кнопку, и что-то чинится? Значит, спасибо за вопрос. Я чуть-чуть не понял про ключи вначале. О каких ключах мы сейчас говорим? У, получается, сервера может закончиться пул при энтропии. Ну, у тебя просто-напросто… Я в ключах сейчас вообще не… Нет, позже, хорошо. Я позже расскажу. Да, да, да. Просто там пул заканчивается, и у тебя просто ждется, пока нагенерируется определенное количество, там, получается… То есть, речь идет о том, что заканчивается энтропия, девью рендом перестает давать, там, случайные данные. Я понимаю, а какое это отношение к сейчас… Это тоже как телеметрия может рассматриваться. Не вопрос, не вопрос. Это, безусловно. Но это, в первую очередь, девью рендом – это телеметрия для, скажем, для серверной части. Я сейчас не рассматривал все те метрики, которые мы можем экспортировать. Я, в первую очередь, хотел подчеркнуть, что должно экспортировать приложение. Само приложение. Да, да, конечно, конечно. Аппаратные вещи я предлагал только для сравнения, скажем так. И второй вопрос по тому, как эти логи обрабатывать. Да, да, да. Наверное, то, как обрабатывать, это, на день сегодняшний, одна из таких, в общем-то, главных, серьезных проблем. Потому что эту проблему в большей или меньшей степени решают две категории персонала обслуживающего. Работу приложений. Первая категория персонала – это непосредственно девопсы. Вторая категория персонала – это секьюрити инженеры. Еще есть одна профессия, DBA называется. Ну, хорошо, да. Их можно отдельно выделить, безусловно. Хорошо. Скажем, технические специалисты и секьюрити специалисты. Значит, когда анализируют технические специалисты, им, по сути, вот информация, агрегированная удобным образом в дашборды, им обычно бывает достаточно для хорошей дашборды, да, чтобы определить проблему, устранить и так далее. Автоматизацию при устранении проблем в своей, скажем, инфраструктуре я себе слабо представляю на день сегодняшний. Потому что я бы не пустил туда на день сегодняшний искусственный интеллект. Ну, это печально. Может закончиться. Кстати, еще один из векторов атаки. Вообще отличный. И вторая группа людей – это секьюрити. Я общался с профессиональными съемщиками, которые непосредственно этим занимаются. Я вот… Откуда вот слайд был, да, что вам надо, там, все, да? Это от съемщиков. Вот когда я их спросил, ребят, а какие вы хотите, чтобы приложение экспортировало логи? Они говорят, все, давай, все. И здесь я с ними поговорил о том, как они работают. И здесь сидит специально обученный человек, которого очень долго бьют палкой, прежде чем он станет профессионалом. И после этого сидит, и для каждой ситуации он пишет правила, что если случилось вот то, то случилось вот это. То есть он сегодня про образ искусственного интеллекта, который будет там послезавтра. То есть на день сегодняшний происходит именно так. И вот этой модели, на день сегодняшний, доверяют большие и крупные компании. Поэтому, ну, серебряной пули у меня нет. Спасибо. Вот интересует, есть ли какие-то best practices, как защититься от того, чтобы твою суперкрутую систему логирования, мониторинга и тому подобное не поломали разработчики. Пример, что построили систему, она хорошо работает. Но тут разработчики сделали такую новую фичу, что теперь они саппортят, например, UTF лог. И начали писать логи в UTF, и это привело к тому, что, например, поломалась система алертов. Ну, если ваша система алертов не умеет в UTF… Это я просто пример, что разработчики делают какую-то фичу и от этого перестают работать. По-моему, мы сейчас говорим о классической проблеме, скажем, валидации выходящих данных. Ну, о чем здесь делать? Вот, можно открыть, например, разработчики… При типичной работе программы пишется, например, 10 логов в секунду, да, а потом вышла новая версия, и разработчик в цикле вставил, чтобы писать логов, да, и начало логи писаться со скоростью 10 тысяч логов в секунду. Ну, вполне реальная ситуация, которая регулярно происходит. Ну, то есть, сейчас вопрос о том, как защитить вашу инфраструктуру, да, я вот не очень понимаю, в каком контексте вопрос стоит. Как такие проблемы решаются? Как девопс девопса, или как вот разработчик девопса, или как… Ну, как вот решается эта проблема между девопсами и разработчиками? Ну, со стороны девопса я все стараюсь организовать так, чтобы то, что я построил, развалить было невозможно. Ну, вот если 10 тысяч логов в секунду начало приходить, там, вылка… Ну, лимиты, лимиты, всегда есть рейты, всегда у нас есть старый добрый IP-тейблс, на котором мы можем рубить лишнее и аллерки, то есть вариантов миллион, да? Метровая деревянная линейка. Очень хороший способ. Ну, либо так. Спасибо за доклад, тут у нас немножко время поджимает. Думаю, потом можно будет продолжить. Я бы хотел только добавить пару вещей. Буквально две, серьезно, не как в прошлый раз. Советую очень сильно в логе добавлять тайминги, особенно если у вас REST-сервисы, скорость выполнения запроса. Оно очень сильно вас избавит от проблем. По ним просто агрегироваться, и вы, когда строите метрику какую-либо, вы просто в логе увидите то, что у вас увеличилось время выполнения запроса. Это довольно-таки просто делается и очень сильно спасает. Ну, и вторая вещь, если используете Prometheus, я очень сильно его использую, очень полезно выводить, допустим, состояние приложения. То есть подключен к базе данных, подключен к RADIUS, подключен к этому. То есть там true-false, это очень быстро позволит вам реагировать на любые инциденты. Вот там в списке информации стоит, было здоровье, и я еще туда просил добавлять версию. Очень удобно тоже алертить. Спасибо большое. Спасибо большое, Дима. У нас пятиминутный быстренький перерыв, и мы возвращаемся к докладам.